Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня гость открытой студии, научный руководитель Института проблем глобализации, академик Российской Академии Естественных Наук, доктор экономических наук Михаил Геннадьевич Делягин. Здравствуйте, Михаил Геннадьевич! Здравствуйте! Поговорим сегодня о деле Голунова, которое уже закрыто, но, однако же, вероятно, деградация системы продолжается. Вот хотелось бы с вами поговорить, почему дело Голунова все-таки было таким топорным образом сделано? Понимаете, не только топорным образом сделано, но и топорным образом завершено. Потому что я что-то не слышал о расследовании этого дела. Ну, что, скорее всего, был заказ, скорее всего, подбросили наркотики. Кто заказывал? Зачем заказывал? Через каких, так сказать, людей заказывал? Что-то я не слышал обещаний, что вот именно это будет тщательно расследоваться. Да, уволили одного из лучших руководителей Московской окружной, теперь уже нужно будет полиция. Я никого не хочу обидеть, теперь это называется так. Ну, хорошо, одного из лучших руководителей управления внутренних дел по московским округам. Да, Пучкова. И вроде все хорошо, все замечательно, и с глаз долой в сердце он. Это первый признак того, что это заказное дело. Более четкий, более внятный, чем подбрасывание. Причем на очень высоком уровне. Нам там рассказывали, что какие-то дикие люди, которые пилили деньги под заммэр Бирюковым. Бирюков уходит, насколько я понимаю, очень хорошо, по всеобщему согласию. Но дикие люди, естественно, про это не знают. И вот таким безумным образом пытались оставить товарища Бирюкова на месте и, соответственно, сохранить свой бизнес. И поскольку они дикие, первобытные, там все это видно, так сказать, по образу их действия, то они и к полицейске обратились тоже диким и первобытным, и поэтому так было все убого. Это гипотеза. Но если эта гипотеза правдива, то тогда возникает вопрос, а где же расследование против всех этих диких людей? Это же не рукопожатные общечеловеки с хорошими лицами, правда? Это же люди, которым никому не жалко, и они не очень высокого уровня. Почему же их не расследуют, их деятельность? А если мы не слышим про расследование этой деятельности, значит, это чуть другая песня. Что является признаком, грубо говоря, заговора, спецоперации? Действительно, есть такая вещь, как подбрасывание наркотиков людям, в том числе невинным людям. Хотя иногда и виноватым подбрасывают. Но если это поставлено на поток, то это делается профессионально. Это делается так, что вот таких вот нестыковок, как в деле Голунова, не бывает. Эти нестыковки нарочиты. Они сделаны специально для того, чтобы привлечь общественное внимание. Ну, согласитесь, когда у вас засоряется раковина, вы зовете сантехника, вы не зовете электрика. Вы зовете того, кто умеет это делать. Если вам нужно подбросить кому-то наркотики в каких-то целях, вы обращаетесь к тому, кто умеет это делать. Это дело уже не раз. Да? Логично. Поэтому сам факт того, что вот была эта дикая путаница с фотографиями, дикая путаница с веществами, которая, собственно, является доказательством невиновности Голунова в данном конкретном эпизоде. Я это подчеркиваю. Потому что человек, который фотографируется, сидя в клетке с бубликом во рту, резиновым, напоминаю, и человек, который ведет себя достаточно пограничным образом, бог его знает. Там очень характерные некоторые, так сказать, как говорят психологи, паттерны поведения. Но в данном эпизоде он, безусловно, абсолютно невиновен. Потому что, ну, я не знаю, каким нужно быть безумцем, чтобы идти навстречу с источником, так сказать, отягощенным неправильными веществами. Но сам факт топорности, нарочитой топорности, это, с одной стороны, инструмент привлечения внимания, а, с другой стороны, это признак того, что это необычное событие, что это некоторая спецоперация. Кому нужно было это дело Голунова? И вообще, что это, покушение на журналистику все-таки или это какая-то борьба кланов? Ну, давайте не будем разводить, потому что, когда хотят посадить журналиста просто так, да, неважно какого, это покушение на журналистику, и в этом отношении здесь все понятно, здесь все правильно. В данном эпизоде человек невиновен, его пытались посадить, ну, человек прав, система не права, точку. Почему система так себя повела, это второй вопрос. Понимаете, в любом деле, который имеет общественный резонанс, есть два слоя. Первый слой, что было фактически. Второй слой, как и зачем это использовалось для борьбы за власть или не использовалось. В данном случае мы видим несколько феерических результатов. Результат первый, ну, помимо опорочивания правоохранительных органов, которые теперь уже как бы им неловко обеспечивать общественный порядок, в том числе против тех, кто его, так сказать, нарушает в целях Майдана. А самое главное, это то, что Питерский экономический форум, с которым это волшебным образом совпало, был вообще вычеркнут не просто из российского общественного сознания, он был вычеркнут из глобального общественного сознания. А на этом форуме произошли, на самом деле, очень драматические события. Если посмотреть внимательно выступление Путина и Си Цзиньпиня, то это декларация того, что старый мир заканчивается, пакс Американо закончился. Нет больше этого, дорогие друзья, забудьте. Нам очень жалко, мы не против. Мы очень хотели жить в пакс Американо, но его больше нет, его разрушила сама Америка. Поэтому нам придется строить мир свой заново. И мы в России и Китае вместе начинаем его строить. И, дорогие друзья, вы можете присоединяться, кто хочет. Выступление Путина вообще было сродни выступлению Антона Вовсеенко, который, если верить легенде, пришел во временное правительство, во главе восставшего народа и сказал, временного правительства кончилось ваше время. Он сказал, что система больше не работает, что нужно строить новую. И он, что удивительно, я не уверен, что крыльевские спиччайтеры понимали, что они написали, но он начал строить новый мир, постглобальный. Потому что, когда он предложил пакт о ненападении, как это звучало? Вы нарушаете все свои правила. Вы вводите торговые санкции, полностью игнорируя собственные законы. Вы разрушили мировой порядок своими действиями. Но давайте договоримся о некоторых вещах, которые мы не будем нарушать все равно. Торговые санкции в отношении поставок товаров жизнеобеспечения, то есть лекарства ЖКХ. Но что это означает? Вы разрушили мир, в котором мы жили. Я категорически против этого. Но фарш невозможно провернуть назад. Давайте договариваться об условиях в следующем мире. То есть он уже начал закладывать какие-то основы следующего мира. Может быть, не сознавая этого. А с другой стороны, Си Цзиньпинь, который в китайской традиции разговаривает, разговаривает, разговаривает. И несчастные слушатели пытаются понять, где здесь конкретный смысл. И вообще о чем это? Ну это китайская традиция так говорить. И вдруг вылезает совершенно невинная фраза. Что, разумеется, инвестиционный процесс должен опираться на прочную финансовую основу. Ну казалось бы. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Обычная, бессодержательная бла-бла-бла. Но простите. Просто по смыслу слов. Ведь это слова, которые банальны, но они все имеют смысл. Инвестиционный процесс, это что такое? Это я деньги направляю и вкладываю в инвестиции. Где здесь финансовая основа? Деньги есть, значит есть инвестиции. Денег нет, значит нет инвестиций. Причем здесь финансовая основа. А речь при том, что Китай выбит американскими санкциями, торговыми войнами, которые уже не торговые, а политические. Потому что Китаю предъявили ультиматум, что вы должны заменить свой строй. Ваш социалистический строй, если перевести Трампа на язык политэкономии, слишком эффективен. Из-за него вы выигрываете конкуренцию у нас, у капитализма. Поэтому, дорогие друзья, извольте заменить свой строй на наш капиталистический, чтобы мы могли победить вас в честной конкуренции. Китайцы на это идти не могут. И китайцы начинают создавать свою зону юаня, валютную, не доллару. Они не знают, что делать со своими тремя триллионами долларов. Это дикая проблема для них. Но они понимают, что уже отсидеться не удастся. Это строительство нового мира. То есть было что зачеркивать, было что вытеснять из общественного сознания. И обратите внимание на реакцию. У нас, помимо дела Голунова, причем я так понимаю, что наше государство, отреагировав молниеносно, и может быть тоже топорно, просто так, что-то я не туда залез, все, вылезаю. У меня ощущение, что Голунова раскручивали на роль нового Магнитского. А если бы не удалось раскрутить на роль нового Магнитского, было еще два резонансных инцидента, когда этнические бандиты убили борца и убили спецназовца. Это следующий эпизод на раскрутку. То есть это была, так сказать, политтехнологическая операция, психологическая операция, которая была нацелена на вообще полную дезорганизацию, дестабилизацию всего общественного сознания в стране. Что мы видим в Китае? Массовые беспорядки в Гонконге, на фоне которых революция желтых зонтиков вообще отдыхает. И прелесть в том, что гонконгцы-то вообще поддерживали идею выдачи уголовных преступников в Китай. Там им не хотелось быть Абхазией для России, куда все бандиты сбегаются. Но тем не менее это выстрелило. И мы видим реакцию. Мы видим реакцию на питерский форум, когда вдруг Макрон, вдруг собрался общаться с Путиным. Сам не знает о чем, ну он француз, но уже собрался. Потому что в ситуации, когда Путин и СИС строят новый мир, Франция должна быстро подбежать и сказать, как после войны. Мы тоже победители, мы тоже их победили. И так далее. А с другой стороны, лидерам Евросоюза, не съездив к Путину, быть уже невозможно. И вдруг оживилась тема, которую полгода назад кто-то в Европе мяукнул, что мы сейчас вообще неплохо было бы в торговле с Россией перейти на евро. Начались желтые жилеты, в том числе и после этого. И бац, уже в встрече с Силуановым, уже переговоры, уже договорились о создании рабочей группы. Тоже именно после этого заявления Путин. Потому что Европа сама по себе болтаться как цветок в проруби не может. Она или под Америкой, или на континенте. И она начинает понимать, что лучше на континенте. И бог с ней с Украиной. Это новый мир. То есть было что перечеркивать. И все-таки почему это дело именно раскрутилось на международном форуме? Не на международном форуме, а во время форума. Кто стоял за этим? Какие силы? Я думаю, что за этим стоят наши российские либералы. Потому что российские либералы обладают абсолютным доминированием в медиа. Их человечек обижен. Они себя мобилизовали мгновенно. То есть это либеральный клан защищает своих. При этом он решает еще одну очень важную задачу. Дело в том, что когда государство репрессивно, оно репрессивно по своей природе. Оно кому-то все равно будет подбрасывать. Делом Голунова либеральный клан показал, нас обижать нельзя. Вот их всех остальных, пожалуйста. Нам подбрасывать нельзя. То есть тем самым он усилил репрессии, которые будут обрушены на нормальное российское общество. И вывел из-под удара себя. Но это тактическая задача. А стратегическая задача заключается в том, что новый мир, который строит Путина и Синьцзиньпинь, это реакция на распад глобального рынка. И в этом новом мире либералам места нет. Либералы это же не ругательство. Это люди, которые служат глобальным финансовым спекулянтом. А когда мир распадается на макрорегионы, места для глобальных финансовых спекулянтов не остается. Это как переход от 20-х годов к 30-х. В 20-е годы глобальные спекулянты торжествуют, доводят мир до обрушения в Великую депрессию. Мир падает в Великую депрессию. Эти глобальные спекулянты, как зайки, ложатся под национальные правительства, потому что в новом мире им места нет. Сейчас происходит то же самое, только депрессия будет не великая, а глобальная намного хуже. И они, желая продлить свою агонию, делают все, чтобы новый мир не был создан. Насколько вот такая ситуация все-таки подкосила уверенность гостей форума в реализации национальных проектов, о чем уже говорил непосредственно на форуме Алексей Кундрин, и возможности инвестиций в экономику России? То есть насколько они добились своими действиями того, чего хотели? Нет, это цель локальная. На Питерский форум приехали люди разумные, которые прекрасно понимают, куда они приехали и зачем. Если там есть какие-то люди, которые из-за этого скандала могли как-то изменить свое отношение к России, там улучшить или ухудшить, я не знаю. Есть люди, которые в результате этого скандала улучшили свое отношение к России, вот, скажем, некоторые на Востоке люди, то это очень наивные люди, и они там не были большинством. Понимаете, целью было не дезорганизовать инвестиционные процессы. Люди, которые вкладывают в Россию, они знают, как здесь все устроено, их даже дело Калвии, так сказать, не напугает, что бы они там публично не рассказывали. Они знают, что здесь делают иностранные инвесторы, особенно американские экспаты. Дело Браудера все помнят, то есть все, естественно, возмущаются, как вы смели обидеть инвестора, но при этом все прекрасно понимают, кто такой был этот инвестор. И они прекрасно понимают, чем здесь занимаются западные спекулятивные инвесторы. И их, в общем, никому не жалко, на самом деле, так называемых этих спекулятивных инвесторов. Поэтому инвестиционный процесс это дело не подорвет. А вот если была внутренняя дестабилизация, если бы Голунова, не дай бог, убили в тюрьме, убили в СИЗО, а я думаю, что замысел был именно такой, тогда да. Но это была бы дестабилизация инвестиционного процесса не потому, что человека жалко, инвесторы люди простые, циничные, а потому что это показало бы, что Путин не контролирует ситуацию. Вот это плохо, дестабилизация. Кто сейчас формирует инвестиционный климат в России? И вот есть мнение экспертов о том, что силовики принимают активное участие непосредственно и влияют на этот климат. Безусловно. Когда вас могут в любой момент на вас напасть. А потом, сколько там Путин озвучил, какая доля у нас уголовных дел не доходит до суда против предпринимателей. 50 процентов, 70 процентов, я просто не помню, но очень большая цифра. Понятно, что это называется кошмарить бизнес. Но, во-первых, инвесторы, которые приезжают на Питерский экономический форум, они, как правило, обладают политической поддержкой. Поэтому их кошмарить не будут. Они политическую поддержку имеют. И они это знают. Во-вторых, ну если, конечно, не совсем не будут нарушать правила. Во-вторых, главное в инвестиционном климате, это все-таки не то, каковы ваши удобства. Главное это доходность. А доходность определяется экономической конъюнктурой. Экономическую конъюнктуру в России у нас определяет, с одной стороны, цена на нефть. Это Соединенные Штаты Америки, которые определяют эту цену. А если она вдруг начинает снижаться, можно всегда торпедировать пару танкеров в Аманском проливе и обвинить в этом иранцев. А с другой стороны, российское государство, социально-экономический блок российского государства полностью контролируется либералами. И вся их деятельность нацелена на то, чтобы в России не было никакого развития, чтобы инвестировать сюда было нельзя. И в целом, стратегическая задача довести людей до исступления, до отчаяния, чтобы они снесли власть, вышли на Майдан, снесли власть. Ну и дальше по украинскому принципу. И отдали всю власть, снесенную, отдали либеральному клану, чтобы было как в 90-м году. Насколько Кремль вот этой всей сложившейся ситуацией, всей топорностью этой ситуации раздраженный? Насколько он планирует принимать какие-то решения по изменению системы? Он очень неоднороден. И я могу сказать, что люди, которые занимаются у нас внутренней политикой, производят впечатление элемента либерального клана. Несмотря на то, что у них очень хороший бэкграунд, они делом доказывали в определенных эпизодах, что они к либеральному клану не принадлежат, а даже ему противостоят, сейчас внутренняя политика такова, как будто эти люди легли под либеральный клан и участвуют в его проекте организации Майдан. Может быть, это просто другой тип мышления, когда они технократы, они не видят стратегических процессов, а видят только тактические отдельные эпизоды и не понимают, что эти эпизоды друг с другом связаны. Может быть, так, я не знаю. Может быть, они уже деградировали до такой степени, что мыслят терминами ранее феодального общества. Это тоже объясняет их политику. Но я думаю, что все-таки они стали частью проекта либерального клана по организации Майдана в России. Такого рода дела они свидетельствуют о деградации общества или могут привести к последующей деградации? Такого рода свидетельствуют о деградации государства. Деградацию общества не свидетельствуют, потому что либеральная часть общества проявила высочайший уровень мобилизации, а нелиберальная часть общества проявила высочайший уровень сочувствия и солидарности. Потому что даже люди, которые терпеть не могут ни голубых, ни наркоманов, ни либералов, особенно те случаи, когда эти все объединяются в отдельных лицах, даже эти люди, они к Голунову относились сочувствием, и они не поддерживали обвинения в адрес Голунову. Это очень существенно. Может ли президент на прямой линии объявить о реформе государственных институтов и правоохранительной системы? Президент может все, а зачем ему? У него же все замечательно, у него же все восхитительно. Давайте не будем забывать, что президент это тот человек, который публично, без принуждения, в телевизоре, в специальном обращении поддержал пенсионную реформу. Человек не просто подписал закон, нет. Он специально обратился к народу и поддержал эту пенсионную реформу, в защиту которой и в обосновании которой нет ни одного аргумента от слова совсем. То есть у человека все настолько хорошо, что зачем что-то менять? Да, конечно, он может одуматься в любой момент, что называется, войти в разум, но столько на него надеялись, что давайте пусть эта надежда будет неожиданной. И самое главное, а что значит реформа правоохранительных структур? Ведь в современном русском языке реформа означает уничтожение, давайте не будем это забывать. Уничтожить правоохранительные структуры, чтобы они не мешали либералам организовывать Майдан и сносить власть, в том числе и его Путина, да, это вполне правдоподобно. Укрепить правоохранительные структуры, чтобы вычистить оттуда коррупцию, а просите, пожалуйста, это у нас что же, мусорная реформа приостановится? Это как? А людей уже ограбили, людей уже грабят полным ходом, уже деньги, я думаю, распилены лет на пять вперед и уже выведены из страны. А как же ее останавливать, когда деньги уже из страны выведены или уже инвестированы в какие-нибудь дворцы? Как же так? Как же это можно? Ну, возможно, как минимум реформировать для того, чтобы не было таких своего рода подставленных. А это означает борьба с коррупцией, это означает расследование, и это означает борьба с либеральным кланом, потому что, простите, если это понимаю я, который просто стоит со стороны и все это наблюдает, и у меня нет ни одного инсайдера, в отличие от господина Голунова, то это тем более должен понимать президент или, по крайней мере, его окружение, для которых это вопрос физического выживания, физиологического. То есть получается, что Кремлю интереснее оставлять вот такую ситуацию с правоохранительными органами, не бороться с коррупцией, иначе это... А именно реформа говорить о Кремле, как о чем-то целостном и разумном, я бы не стал. Простите. Структура, которая совершает самоубийство, и не только политическое, но и физиологическое, ну, она не является чем-то разумным, чем-то целостным. В Кремле есть либеральный клан, который продвигает свои интересы. Есть силовики, которые тупо хотят выжить. Есть люди, которые все прекрасно понимают. Такие люди есть в любой системе. Только, знаете, как в известной истории, глаза умные, все понимают, а сказать ничего не может, потому что уволят тогда. Вот, понимаете? Критерий — это пенсионная реформа. Потому что именно пенсионная реформа — это государство объявило войну обществу. Войну. Не либеральный клан. Государство, манипулируемое либеральным кланом. И крайне будет государство, а не господа Волошина, Чубайса, Кудрин. Нет. Именно в этом смысл всей игры либерального клана. И пока президент Путин демонстрирует непонимание этого, его действия, в общем-то, для все большего количества людей малоинтересно. Ведь все смотрят на количественную сторону. Рейтинг — столько процентов, столько процентов. А у нас количество перешло в качество. Если до обращения Путина по поводу пенсионной реформы он был интересен как личность, как человек, все понимали, что Путин — это отдельная сила. Да, царь — хороший, бояре — плохие, дурацкий принцип, но он работает. И общество воспринимало Путина как нечто отдельное от управляемого им государства. Как некую самостоятельную силу, которая может прийти и исправить. Эта надежда была. А после этого обращения, как бы, вот это вот разделение исчезло. Он перестал быть интересным для огромной массы людей. До пенсионной реформы люди пытались понять Путина. После пенсионной реформы люди решили, что они Путина поняли. И нет разницы между царем и боярами, потому что он просто такой же, как и все остальные. И нет разницы между Путиным, Чубайсом, Грефом, Медведевым. Нет разницы. Вот этот скандал, он станет поводом для ревизии уголовных дел по наркотикам? Вы знаете, это то тактическое изменение, которое возможно. И было бы очень хорошо. Это то, что государство может сделать без всякого ущерба для себя, при этом принеся большую пользу обществу. И при этом резко повысив свой авторитет. Я думаю, что это было бы правильно. Но проблема в том, что это большой труд, которым заниматься, судя по всему, некому. Нужно же пересматривать дела. А это же не невинная жертва сталинского террора типа НКВДшных палачей, согласитесь. У людей, родственников влиятельных нет. А вторая вещь, на самом деле, правильно было бы изменение 228-й статьи пресловутой. Не шаг в сторону легализации наркотиков, нет. А самая главная проблема, это усиление наказания за организацию наркоторговли. Не дилер, который продает на улице с закладками, бегает, а тот, кто процесс организует. Потому что ведь трагедия, в чем наша правоохранительная система, бросилась, набрасывается сейчас на исполнителей, на стрелочников, на рядовых сотрудников системы. А боссы наркомафии чувствуют себя абсолютно уверенными в том, что они откупятся всегда. Сколько у нас дел против мелких торговцев наркотиками? Да треть людей, которые сидят, сидят за это. При том, что их число сидящих в местах лишения свободы сократилось более чем в полтора раза. Впервые ниже 600 тысяч в истории опустилось. Это, на самом деле, огромный шаг гуманизации. И мы не видим всплеска преступности. Это колоссальное достижение российского государства, но оно не умеет об этом рассказывать. Потому что весь пиар государства контролируется либералами, которые нужно разрушать государство, а не строить. Но задача в чем? Задача в изменении практики правоприменения. Задача в том, чтобы воевать с наркомафией, а не с ее жертвами. Вот в чем задача. И если это удастся сделать, это будет революция. Но, извините, это уже будет политическая революция. Потому что, если вы мне скажете, что наркомафия не имеет политического влияния, я задам тогда один простой вопрос. А почему же тогда сидят стрелочники, а не боссы наркомафии? И как можно не иметь политического влияния с такими колоссальными деньгами и с таким коррумпированным государством? Говоря о рядовых и руководителях, вот тут вот тоже такая аналогия. Возможно ли оценка нынешнего состояния силовых органов без привязки к их руководителям? И не можем ли мы ожидать в последствии этого дела генерала ПАД? Генерала ПАД мы уже наблюдаем. Причем, по крайней мере, в части господина Пучкова, который уволен с должностью руководителя полиции западного административного округа Москвы. По-моему, это какая-то ошибка. Это, знаете, когда нужно быстро отреагировать. Мы находим стрелочника. Просто стрелочника нигде обычно, а стрелочника среди генералов. А генерал ПАД, ну замечательно. Вопрос на кого заменять? На кого заменять? Да, есть колокольцев. Да, он вызывает много негативных эмоций, потому что человек, судя по всему, сгорел на работе. По крайней мере, судя по его виду. Отлично, на кого будем заменять? На честного? Или на вора? Или на члена либерального клана? Или на представителя, прямого представителя наркотической мафии, которая, наверное, в этих кругах тоже имеется? Вот же в чем вопрос. Ну, для нас ответ, в принципе, очевиден. Здесь есть только один хороший вариант. Нет, я не говорю про хорошее, я говорю про вероятное. Понимаете, есть вот один вариант хороший, а другой наиболее вероятный. И расстояние между ними, как от Чубайса до приличного человека. Скажите, пожалуйста, почему компенсацию морального ущерба Голунова будет уплачивать Минфин, а не полиция? Потому что государство едино. Потому что выплаты осуществляются, штрафы, проигранных дел, компенсации. Государство, у государства один кошелек, а это кошелек Минфина. У МВД нет своего кошелька. Другое дело, что наказать рублем в дополнение к наказанию погонами, это тоже дело стоящее. Но опять-таки, простите, для этого нужно проводить расследование. Просто представьте себе, вы честный оперативник, который работает в том же самом отделении внутренних дел, где были эти люди, которые подбрасывали наркотики. Вы честный человек, вы выполняете свою работу, у вас все в порядке. За что вас лишать премии, например? Если ваш сосед, о котором вы знать не знаете, духом не ведаете, там, здрасте, здрасте, привет, привет, оказался преступником, а вы с ним не сталкиваетесь по работе, вы даже заподозрить его не имеете шансов, потому что вы с ним встречаетесь только на летучках раз в неделю. За что вас наказывать? Да не за что. Систему наказывать надо, все правильно. Но для этого нужно, еще раз, расследование. Не какой дебил подбрасывал, а какой дебил озвучивал. Дорогие друзья, а вам кто команду давал? А, никто не давал по своей инициативе. Значит, вот у вас 20 лет особого режима. И будьте уверены, что мы постараемся. И рассказывайте. Голунов на свободе, но, тем не менее, общественность продолжает бурлить. К чему могут привести вот эти процессы? И одновременно с этим, почему Голунов постоянно заявляет о своих панических страхах и обоязненности? Ну, во-первых, во-первых, если вас поддержали в СИЗО и побили, не нанеся внутренних повреждений, если верить медицинской справке, но нанеся как минимум два синяка, и при этом у вас тонкая душевная организация, то вы будете находиться в состоянии стресса и шока, это нормально. Как можно с тонкой душевной организацией заниматься журналистскими расследованиями? Я, правда, не понимаю, но я встречал одного даже человека, который, заикаясь, работал на радио. Так что бывает, бывает всякое. Второе. У человека определенный политический капитал. Безотносительно к тому, что с ним реально происходит, ему нужно сейчас из себя изображать жертву, иначе о нем забудут. Изображать жертву — это тот способ, которым вы продвигаетесь в либеральной среде. Тогда вас все любят и вас жалеют. Значит, он должен рассказывать, рассказы о том, как его сделали инвалидом, уже не проходят, потому что есть справка от врача, что этого не было. Значит, какой страшный психический ущерб ему нанесли. Опять-таки, если я в состоянии шока, то моральный ущерб не будет побольше. Сумма просто побольше в деньгах. А дальше, что касается протестов. Смысл этого дела у Голунова был не в том, чтобы защитить человека, а в том, чтобы раскачать систему. Обратите внимание, когда Голунов вышел на свободу, эти человеки с рукопожатными лицами провели миссинг свободу Ивана Голунова. Который был уже освобожден. На этот митинг, совершенно безумный, абсурдный, пришло полторы тысячи человек. И они, значит, как это сказать, извините за мой французский, отмазывались тем, что они пришли не за Голунова, а за всех тех, кто невинно сидит по этой статье. Зашибись! Через несколько дней был митинг в защиту, для исправления 228-й статьи, в защиту невинно осужденных. Тут либералы показали, что невинно осужденные им не нужны. Им нужно разрушить власть. Потому что на митинг в защиту невинно осужденных пришло 500 человек. Это один из редчайших случаев, когда МВД не преуменьшало численность собравшихся, насколько я могу судить, а преувеличивало их, чтобы хоть оправдать стянутый ресурс. И чтобы не раздувать скандал дальше. Так что посещаемостью двух митингов российская либеральная тусовка очень четко показала, что ей плевать на людей. Ему нужно разрушить государственность Российской Федерации. Спасибо большое, Михаил Геннадьевич, за нашу встречу, ваши комментарии. Гости открытой студии. Сегодня научный руководитель Института проблем глобализации, академик Российской Академии Естественных Наук, доктор экономических наук Михаил Геннадьевич Делягин. Я, Инна Добросовестная. Спасибо вам большое. Счастливо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok